Мы с вами переходим от отдельных слов прямо к целым предложениям. Задача номер четыре. Китайский язык. В китайском языке принято писать иероглифами, но иероглифы такие большие, такие сложные, что не надо их вам сейчас рисовать. Про иероглифы бывают свои задачи. Это отдельная область, очень интересная, про которую тоже можно много чего сказать. Но здесь вас будут интересовать скорее слова. Поэтому слова вам записали в транскрипции, как они произносятся. Даже транскрипция упрощенная, потому что в китайском языке вообще-то тонны. Каждый слог произносится с тем или иным тоном. Вот, например, если ма произнести с ровным тоном, это будет ма. Если произнести ма с падающим тоном, это будет ругать. Если произнести ма с повышающимся тоном, это будет канатля. А если произнести ма, вот так, ма, то это будет лошадь. Тут вам тоны ставить не стали, потому что это задача не про тоны. Бывают задачи про тоны, там тоже много всего интересного, но это задача не про них. Поэтому я даже воспроизводить эти тоны при чтении не буду. Задача по словам. Упрощенная латинская транскрипция. А вот как тут устроены слова и предложения, вот это интересно. Они тут устроены совсем не по-русски. Господа, кто с меня требовал ее решения на завтрашний день, вы получили его сегодня. Распроизводить я это завтра не буду. А там была история, которая нашла. У меня же суббота, такой круговой день. И после всей секунды, соответственно, когда я дошел до технических задач, хотя я их вроде много раз рассказывал и так далее, то вдруг, что у меня вся логика полетела, что я засыпаю на хруту, вот, я вил забастовку до лучших времен. На следующей неделе ситуация повторилась. Очень. Вот, значит, завтра у меня должна была быть эта задача, ваша проклятая. Вот, и, наверное, я пошел бы на нее, но вот вы меня спасли. Ну, праздничаю, я вам дал конспект. Будет подширать. Нет, нет, нет. Поэтому хотел сказать, что могу дать решение, а смотрю, у меня он самолит, кстати, на ангеллипсин. Нет, я ее рассказывал, честно. Нет, просто когда вот совсем сонный, когда усталый, то действительно запутываешься в этой годике. Да, в практике да. Логика языка, она бывает причудливая весьма. Любого языка, в том числе и китайского. В принципе, на принести мнение, там, где добавляется, там, а я, мое... Да, действительно, смотрите, у нас есть, у нас есть «во», которое означает «я», и есть «вод», которое означает «мой». И еще есть «вомен», которое «мы», и «вимен», «ни», это, которое «ты». Сейчас, подожди, «вомен», которое «мы», и «вомен», «ву» — это отрицание. Почему же отрицание? «ву», «ву», «ву». А, «ву» — это отрицание, да. Сейчас, подождите, давайте с местоимениями разберемся, а то мы сейчас будем скакать и действительно логику упустим. Значит, да, а «ни» — это «ты». Твой нам, кажется, не попался, зато нам попался «мимен», и это будет «ваш». Значит, «мимен» — «ваш», да, «мимен» — это «вы». Да, значит, «мимен» — это «вы». Видите, как все хорошо и просто устроено. «Во» — это «я», «вомен» — это «мы», «ни» — это «ты», «ни» — «мен» — это «вы». Значит, вы говорите. «Во» — это «тадо», значит, «тадо» — это «ю», это «он». Да, значит, «ми» — это «твое». У нас есть «тад» – это его. И вы, наверное, можете сказать, как будет «он». Так. А еще тут есть «воменд» и «воменд» – это «наш». А, тут есть «наш» тоже? Что-то я не вижу, где-то в местности. Тут есть «мы», а «воменд» – это будет «наш». Ну а зачем? А «воменд» – это «воменд»? А «пригодится», «пригодится» может быть. Там твои «яблка» не красилы, потому что «человек» и «человек». И твой – это «нида». Да, твой будет «нида». А как будут они «нида»? Там существительные меняются. Подождите, сейчас. Там добавляется «мен». «мен». Да, там добавляется «мен». И получим «мен». И там еще «таменд». Да, и будет «таменд» – «их». Ну, в смысле «ихний», да. Вот русское слово «их», оно, к сожалению, такое многозначное. То ли это кого «их», а то ли это чей «их». То есть видите, как хорошо и красиво устроена система местоимений в китайском языке. Существительные не меняются. Это совершенно справедливое замечание. Китайский язык вообще не любит склонять, спрягаться. Просто вот слово «есть», вот оно и есть, и хватит с него. Так, дальше. «Гу» – это отрицание. То есть, когда есть «не». А «хао» – это, как бы представка, это… Мне кажется, что это положительное. Подсказывает, что оно положительное. Не знаю. «Хао» – это, ну скажем так, примерно что-то положительное. Или можно какое-то покороче слово назвать? А то положительное, я сейчас уйду с границы доски. Ну, какой… Неотрицательный. Позитив. Ну? Неотрицательный. Существенное. Ну, положительное. Ну, придумайте какое-то хорошее. Красивое. Хорошее. Верное. Да, может быть, что-то хорошее, да? Угу. А там еще раз «хон вен» – это, по-моему, китайский язык. «Жон вен». «Жон вен». «Жон вен». Ну, да. 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 Это китайский язык. Ну, бывает. Ну, вообще, существительное там… Ну, существительное я, наверное, выписывать не буду. Ручка – гамби. Да. Песня – гер. Пинго – яблоко. Ча. Чай. Чай – это чай есть? Да. Русское слово «чай» заимствовано из китайского, поэтому оно такое выглядит. Там чай… Нет, сейчас. Подождите, а давайте посмотрим. Понимаю. Вот я ем яблоко. Какой у нас порядок слов? Если у нас в предложении несколько слов, то они должны идти в каком-то порядке, неправда. Я яблоко ем. Вот я яблоко ем или я ем яблоко? Я ем яблоко. Я ем яблоко. Пинго. 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 Встречается несколько раз. В третьей фразе и в шестой. В третьей фразе и в шестой у нас повторяется слово яблоко, а слово есть не повторяется. Да. А молоко будет неунай. Да, молоко, соответственно, будет неунай. Потому что у нас сначала кто, потом что делает глагол, а потом, давайте я по-другому напишу, подлежащее, сказуемое и дополнительное. Значит, у нас есть подлежащее, сказуемое и дополнение. Но у нас иногда бывают предложения, где нет глагола сказуемого. Как они тогда устроены? А, помощник. А, тогда, наверное, как прилагательное в роли сказуемого. Да, когда у нас прилагательное в роли сказуемого. Какой там порядок? Сначала подлежащее, а потом прилагательное. Да, сначала подлежащее, а потом сказуемое. Сказуемое, выраженное прилагательным, оно все равно идет после подлежащего. Определение идет перед определяемым. Сначала ложь, потом у иерогли. А почему, например, его ручка красивая, вот это будет так, ганги, хаукан, а песня красивая, я хаук тюну. А вот это и есть самый существенный момент в этой задаче. Давайте посмотрим, как строятся, ну, скажем так, прилагательные. Вот ручка красивая. Даже корень и существенный какой-то? Или окончание? Я бы сказала, что тут два корня. Окончаний там в китайском нету, да и существенный. Да, если там кан, вот если хаук – это приставка, то кан, и первым, десятым, наверное, надо. Имеет какой-то общий? Иметь десятым? Кан – это что-то материальное, а тинга – это когда нематериальное. Давайте посмотрим. Значит, у нас есть… А давайте выпишем просто все прилагательные с хао. Хао – это что-то такое положительное, хорошее, позитивное. Значит, хао – кан. Это у нас была ручка, которая красивая. Бывает хао – тинг. Хао – чинг. Значит, это красивый, о ручке. А это красивый тоже, но о песне. Значит, хао – чинг. Вкусно. Хао – что у нас еще? Хао – чинг. И это когда говорится о еде. Потому что чинг – это есть. А хао – чинг – это вкусное. Ага. Значит, вот чинг у нас было. Хао – чинг. Это есть. Да? Я ем яблоко. Вот это у нас было самое чинг. Хорошо. Значит, китайский язык – легкий. Хао – чинг. Хао – чинг. Ну все, да. Легкий. И хао – чинг – это тоже язык. Язык. Вот это слово «сюэ» вы еще где-нибудь видели? А, ниг, твои жены, ты изучаешь китайский. А, это говорит именно о китайском языке. Сюэ говорит именно о языке. Да. А в смысле изучать? Изучать. Ну, учить я написала просто покороче. А, ксиэ. И это о письме, о иероглифе. Потому что ксиэ – это писать. Прилагательность состоит из двух корней. Первый корень – это корень прилагательного, а второй – это корень глагола, к которому относится. Да. Ага. Ага. То есть, легкий – это такой, который хорошо учить. Да. А иероглиф легкий – это такой, который хорошо писать. А вкусный – это такой, который хорошо есть. Да. А что же тогда такое красивая песня? Хорошо петь ее. Да. Ее хорошо петь наверняка. А мы петь? Нет. Слушать, слушать. Слушать. А может быть, слушать. Ну… А, да, кстати, у нас же будет, он слушает песню. А, да, слушает. Да. Вот слушать ее действительно хорошо. И… Хао Кан… Это просто «смотреть»… Это слово «кан»… Да, слово «кан» у нас тоже было. Это было «смотреть». То есть, заглядеться, как можно сказать, что… Да, да, да. Что у вас ручка такая красивая, прям засмотришься. Ваша песня такая красивая, прям заслушаешься. Вот. Вот такой вот удивительный китайский язык оказался. Теперь вы понимаете, почему он совсем не такой, как русский. И почему, когда китайцы пишут что-нибудь по-русски, у них иногда так смешно получается. Потому что они русскими словами выражают свою китайскую логику. Она у них прекрасная, но другая, не такая, как у нас. Ну что, давайте запишем. Твое яблоко некрасивое. Значит, твой мы уже знаем. Как? Это нитка. Это нитка. Яблоко – это пинго. Не. Отрицание – это бу. Яблоко некрасивое. Халкан, наверное. Халкан. Ну, бу-ха-лкан. Ну, бу-ха-лкан. Бу мы уже написали. Не засмотришься на твоё яблоко. Да. Вы пишете иероглик. Нин. Нин. Да, это будет нин. Си. Си. Чи. 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 Ханзи. 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 Ханзи, да. Он слушает песню. Та. Си. Та. 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 Тиньк. И... Та. Ге. И, наконец, их молоко невкусное. подождите подождите какое будет буха очень подождите а вы молоко едите я бы вам анекдот рассказала лимерик мусульманин абу бен кемел виски ложкой столовую ел на вопрос в чем причина отвечал дурачина пить спиртное аллах не велел да поэтому молоко вы все-таки вряд ли едите ложкой подобно этому несчастному мусульманину а что вы с ним делаете это тот же глагол который встречался нам во фразе мы пьем чай а молоко невкусное что их молоко невкусно пить но большинство китайцев вообще никакое молоко пить невкусно они не могут перевалить но сказать про это они вполне могут вот ну как вам китайская задачка остались какие-нибудь вопросы а теперь